Рейсы в Египет будут осуществляться из 22-23 российских регионов. Пишет Известие, это половина из всех возможных. Горин также сообщил, что египетские авиакомпании, которым принадлежит половина квот, не готовы летать из многих регионов России. Режим межрегиональной чрезвычайной ситуации ввели в Мордовии и Нижегородской области из-за природных пожаров. Решение было принято из-за расширения площади пожаров в заповеднике «Заповедная Мордовия». Сейчас там существует два очага для тушения. В сгорании будет применяться авиация и техника. Однако тушение осложняется из-за последствий пожаров еще 2010 года, когда образовались большие участки валежника. Из Якутии постепенно будут выводить группировку пожарных в связи со стабилизацией обстановки. На данный момент там действует 43 пожара, тушат 19, еще 6 локализованы. В МЧС уточнили, что пожаров в 5-километровой зоне от населенных пунктов нет. Паралимпийские игры в Токио стартуют сегодня. Из-за пандемии коронавируса болельщики не смогут присутствовать на трибунах, как и на Олимпиаде. На Паралимпиаде будет представлено 22 вида спорта. Дебютирует в программе «Пара в админтон» и «Пара тхэквондо». Россия за санкции примет участие в играх под аббревиатурой Паралимпийского комитета России «РПС». Соревнования столицы Японии завершатся 4 сентября. Также сегодня в ближайших выпусках новостей. Страны «Большой семерки» обсудят на виртуальной чрезвычайной встрече ситуацию в Афганистане. Виртуальная карта «Тройка» появится в сервисе «Самсунг Пэй». Россия заняла первое место по числу туристов в Турции. Подробнее об этих и других событиях в течение дня. Сейчас, друзья, о погоде, о ночном загруженности. На дорогах Москвы пробки сейчас на 3 балла, плюс 15 в городе. Днем разогреется до плюс 22. Обратите внимание, что синоптики обещают небольшой дождь сегодня, поэтому зонты не забываем дома. Ночью уже, прямо скажем, не жарко. Плюс 12. Завтра во вторник днем еще прохладнее, чем сегодня, до 17 градусов. Тепла и завтра пасмурно на весь день, а и дожди. Новоселого тайм. И, дорогие друзья, еще раз доброе утро. Я напоминаю, что у нас программа с «Приветом Набутов» на ближайшую неделю без Виктора Набутова, потому что Виктор Кириллович изволили отчалить в отпуск. Тем не менее, огромное количество гостей, коллеги, колумнисты. И наша прекрасная Елена Новоселова сегодня на связи со студией «Серебряного дождя». Лен, доброе утро. Доброе утро. Я напоминаю, для, например, тех, кто присоединился вчера к «Серебряному дождю» в Пскове, мы вчера начали там вещать на частоте 88,3 FM, Лена Новоселова – психолог, с которой мы обсуждаем самые разные жизненные проблемы. Что еще мы с вами обсуждаем, Лена? Задачи, непонятки, всякие вопросы. Да чего мы только, Даша, за эти годы не обсуждали. Это правда. Мне кажется, успели вообще весь спектр проблем затронуть. И, друзья, я напоминаю вам, во-первых, про видеотрансляцию на канале «Серебряного дождя» в YouTube. В 9 утра мы ждем независимого политолога Дмитрия Борисовича Орешкина. Ну а для ваших вопросов, как обычно, телефон прямого эфира 730-101 и для сообщений плюс 7903-797-6333. Лена, давайте перейдем непосредственно к теме. Смотрите, мы сегодня так заявили, что поговорим о том, как принимать изменения в жизни без какого-то стресса. Причем это изменения любые. Смена работы, смена партнера по жизни, смена места жительства и так далее, и так далее, и так далее. И такая тема у нас появилась, потому что... Ну, на нас вот 1 сентября. Ну да, жизнь поменяется у многих. Вот. А откуда-то вот вбитое, видимо, из детства вот это вот ощущение дурацкое, что это действительно, ну вот как, я не знаю, там на радио, на телевидении новый сезон. У вас тоже это ощущение присутствует в жизни? У меня прям Новый год. Вот. У меня ощущение Нового года. Рабочего. Вроде бы август тоже был рабочий. Никаких перемен. Я думаю, это очень у многих людей, это еще со школьных или с детсадовских времен. То есть совсем-совсем у нас у всех это запечатлелось. Но вот тема перемен, она настолько многолика и многосторонняя. Вот смотрите, какой интересный парадокс. А когда люди обращаются к психологам, ходят на всевозможные программы, тренинги, все хотят перемен, да, вот те, кто ходят. Перемен в себе, перемен в жизни, перемен в своей судьбе, в конце концов. И очень на это надеются. Ну как только начинают происходить перемены, а перемены всегда связаны с очень жесткими решениями, как ни странно. Но одно дело, когда они внешние перемены, да, здесь мы жестких решений не принимаем, но для внутренних изменений в своей собственной жизни нужны очень жесткие решения. И мы пасуем. Очень многие люди их боятся, начинают вспоминать о стабильности, ностальгировать по ней. Даже вот при смене работы, да, например, уже такое болото, уже вырос из уровня своих компетенций, пошел дальше. Никаких изменений не происходит. Надо бы уходить и искать что-то другое, особенно это касается, допустим, молодых людей. Да, ну молодыми я называю всех до 55. Вот. И можно же что-то начинать менять в своей жизни. Нет, потому что очень страшно. И вот страх, он всегда состоит преградой на дорогах перемен. Хотя понимаешь, что здесь начинается стагнация. Ну это действительно удивительно парадоксальная ситуация – хотеть, но не делать, потому что ты боишься. Да. А объяснение этому, почему я боюсь, конечно, говорят, что страшно. Безусловно, это слово звучит. А как же, а что будет? Но в основном находятся такие рациональные какие-то аргументы. В психологии это называется рационализирование проблемы. Да, то есть когда придумывает голова, голова у нас хитрый лис, она придумать может все, что угодно. Вот они начинают выдавать аргументы, ну совершенно неубойные, да. То есть становится страшно, и думаешь, ну ладно, ну действительно человеку, наверное, так лучше. А он страдает, он мучается, ему плохо. Но делать не делать. Давайте. Да, давайте, Лен, вот мы эту тему разовьем буквально через несколько минут. Я напомню, друзья, в эфире «Серебряного дождя» психолог Елена Новоселова. Говорим мы сегодня о том, как снизить стресс перед чем-то новым, неизвестным в вашей жизни, как принимать для себя перемены в вашей жизни. Пишите, задавайте вопросы. Плюс 7903-7976-333. Не забывайте про видеотрансляцию на канале «Серебряного дождя» в YouTube. И мы продолжим буквально через две минуты. Лен, да, мы продолжаем для наших зрителей в YouTube буквально на две минуты. И вот такой вот комментарий тоже от нашего слушателя, который упоминает, что неплохо было бы поговорить о том, как люди уговаривают себя не решаться на эти самые перемены. Это вот ровно тема, которую мы... Да, которую мы начали обсуждать. Мы сейчас, конечно, ее продолжим. Потому что как не уговаривать себя, это довольно, как бы сказать, сложный вопрос, потому что для этого нужно преодолеть страх. Ведь кто уговаривает? По сути дела, в нас начинает говорить страх. И как мы уже сказали, да, Даша, что начинается вот эта аргументация. Это аргументация или это такая своего рода торговля с собой? Как здесь правильно назвать? Да, это защита. Здесь даже, если бы хоть торговались бы, тогда хоть цену назначить можно было. А здесь идет просто такой, знаете, как волнорез. Вот идет свежая волна чего-то, волнорез выставляется, и все разбивается. Никакой волны не происходит. Все разбивается о нашей страхе. Но если немножко подняться над рекой, как я это называю, да, над жизнью, вот посмотреть птичьего полета, то ведь мы с вами увидим, что ни одна секунда не тормозит, да, все меняется бесконечно, каждое мгновение. И мы же меняемся. Но почему-то от самих себя мы в ужас не приходим. Я имею в виду ежедневно, да, но там десятилетиями иногда приходим, безусловно, разглядывая себя в зеркале. Но, в принципе, эти изменения в нас происходят каждый день. Вот вообще принять, это уже немножко как бы из буддистской, да, философии, но очень трудно принимается идея. Новоселова Тайм Психолог Елена Новоселова в эфире «Серебряного дождя». Друзья, мы ждем ваши комментарии. Меня зовут Дарья Гордеева, а в 9 утра Дмитрия Борисовича Орешкина, независимого политолога. Ждем, да, Лен, и продолжаем вот как раз про историю, как люди, которые хотят перемен, но так как они их боятся, они начинают сами себя уговаривать, почему эти перемены им на самом деле не нужны. Конечно. И действительно, вот это уговорить-то себя, в общем-то, можно практически на все. Каков результат? Очень часто после этих уговоров, когда человек не принимает решения, и уговорил себя, что здесь безопаснее. Неважно, где это здесь, в этом городе, да, не меняет место жительства, хотя шанс и какие-то перемены вполне к лучшему могут наступить. Не уходит, не разрывает отношений с партнером, потому что, ну, аргументация здесь самая чудовищная бывает, это просто, да, и невозможно себе представить, каков этот диапазон этого всего. Вот. Не поменяем школу для ребенка, не уйду на другую работу, не сменю круг общения, не разрешаю свои вопросы с родственниками, которые жить я не дают и так далее. И везде есть аргументы. И везде есть аргументы. Но самое, наверное, типичное аргумент – это про традицию. Ну, потому что так положено. Ну, потому что так сказали. Как ни странно, это удивительно живучая штука. Ну, как всякая традиция, очень живучая штука. И вы знаете, интересная же вещь, что когда правит в чистом виде традиции, или она своими отголосками правит судьбой, то о смыслах жизни речи вообще не идет. О поисках себя речи вообще не идет. Потому что традиция, она отменяет эти поиски. Действуй в рамках традиции и живи без головной боли практически. Да? Но мы, конечно, не в такой степени. Ну, потому что если ты исполняешь традиции, то ты хороший, правильный, со смыслом, у тебя все нормально. Чего беспокоиться? То есть по традициями я правильно понимаю? Ну, вот давайте на примере школы, например. Мы не поменяем ребенку, школу, даже если там у него конфликт с учителем, потому что... И дальше человек себе объясняет. Например. Ну, а у кого не было конфликтов с учителями в моем детстве? То есть вот такого рода мы имеем в виду вещи? Да, да, да. Во-вторых, наверное, это сам шалопай. В-третьих, учителя надо уважать. Безоговорочно. В-четвертых, нечего скакать из школы в школу, сами заканчивали, сами знаем. И не создавая нам трудностей, лучше садись учиться. Это идея, которую можно сформулировать так. Место выбрано, менять ничего не нужно, нужно добиваться успехов там, где ты находишься. Вот так работали на заводе по 40 лет, да, там, гордились этим и еще что-то такое. То есть тогда смыслы, они не нужны. Не нужно спрашивать себя, кто я, что я, зачем я, откуда я, в какой точке нахожусь. Я четко выполняю традиции, вот традиционные устои. И этих поисков, они не нужны, они мешают, да и не приходят в голову. Когда же человек начинает ощущать свою жизнь, я бы сказала, ответственность, да, свою собственную жизнь, как она складывается каждый свой день, то здесь невольно встает вопрос, зачем, почему, кто я, откуда я пришел, в какой точке жизни нахожусь и куда путь держу. И вот тогда начинается мучение. Но мучение – это очень благостное, нужное мучение, потому что оно придает смысл жизни, осознанность. И даже если я ошибусь тысячу раз, ну, я хотя бы двигаюсь, да, я хотя бы не замер в лабиозе в каком-то. Поэтому я говорю, может быть, сейчас какие-то очень такие крайние, да, вещи вот на этой шкале, там можно этот курсор двигать в разные стороны, он не обязательно вот так жестко формулируется. То же самое уйти от партнера, с которым уже изжито все, мало того, абьюзера, какого-то человека, который приносит, как чемодан без ручки, например, да, с которым очень трудно жить, постоянно бетонная плита, ощущается на плечах, домой идти не хочется. Но как же так? Семья должна быть всего одна. Невозможно, семья – это святое, в чем я это слышу от очень молодых людей. Вот, очевидно, эта традиционность тоже передается, и очень страшно. Но когда начинаем разбираться, а что страшно-то? Вот что страшно? Остаться одному или одной – это и мужчина, и женщина. А что в этом страшного? Это молодые люди говорят, остаться одному страшно. Да, это молодые люди говорят. Я им, ну, молодые – это до 30-35, да, то есть это совсем молодые люди. Юные, я бы даже сказала. И это довольно опасная ситуация, потому что потом наступают серьезные кризисы, в конце концов, либо со здоровьем, просто действительно с соматическим здоровьем, либо с психологическим здоровьем, когда обессмысливается вообще все. Вот вообще все. То есть жизнь становится даже не черно-белая, а такая серо-дымчатая. Да? Вот такой оттенок приобретает. Это самое тяжелое состояние, которое только может быть, потому что оно напрочь лишено энергии. Ну хорошо. Собственно принять одно решение. Да, да, прости. Жесткое. Так. И все было бы по-другому. И это очень трудно себе представить, что жесткое решение, чем оно и страшное. Это как раз то, о чем мы говорили в самом начале. Что надо отбросить все уговоры хитрого лиса головы и поступить так, как очень хочется, но страшно. И таким образом мы совершаем некое преодоление. А вообще мы развиваемся через преодоление фрустрации желаний и преодоление этой фрустрации. И идет развитие мгновенное. Вообще в нашей голове совершенно все равно, что мы преодолели. У нее там в мозг идет сигнал победы. Сигнал, что получилось. Сигнал, я ничего не боюсь. И таким образом там, где, казалось бы, про это и не говорили, преодолели в другом месте. Ну, приняли решение, например, расставаться с своим партнером или партнершей, который совершенно не удовлетворял уже никаким требованиям собственной душе. И вдруг появляется работа. Появляются какие-то новые предложения. Что-то начинает меняться. У меня вообще такое ощущение, что у тебя настолько далека от эзотерики. Да, как можно только себе представить от всяких... Как можно дальше, я бы сказала, да. Да. Ну, вот хочешь, не хочешь, но приходит в голову мысль, что как будто действительно вселенная начинает тебе подарки делать. Она так радуется, что ты принял решение. Я, конечно, понимаю, что это метафора. Но вот по моим наблюдениям, именно так происходит, ну, почти с упорством закона. Вот какого-то закона физики. Нет, ну, это объяснимо. Выброс серотонина на фоне того, что мозг считает тебя победителем, ты начинаешь увереннее себя чувствовать, а, соответственно, видишь больше возможностей вокруг, да. Да, а люди считывают с тебя совсем другие эмоции. Там нет унылости, там может быть страх и вдохновение вместе, да. Там может быть еще какая-то активность, но ты становишься живым. А живое всегда притягивает живых. И начинается некая, ну, динамика движений всевозможных. Пусть они хаотичные на первых порах, пусть они разнонаправленные по вектору, но, тем не менее, это движение. И ощущение счастья, окрыленности возникает, потому что выбрался из болота. Оно уже больше вниз не тянет. Это чудесное ощущение, но очень трудно дает. Лен, давайте несколько сообщений. Вот Женя из Иванова пишет нам. Вышла из пятилетнего декрета, устроилась на новую работу с абсолютно другим набором обязанностей. Теперь бывает паника. Хотя на новой работе всего месяц я умом понимаю, что все проходит. Но страшно. Что делать? То есть это страх несоответствия, я так понимаю? Возможно, но еще месяц прошел. Там, может быть, просто страшно, что не справлюсь. Страшно, что новый набор компетенций требуется. Расти тоже всегда страшно. Рост – это страшная штука, потому что нужно что-то пробить. Пробить потолок головой. Куда-то набраться новых знаний достаточно в большом темпе. Может быть, с людьми еще не установился контакт, который будет в будущем очень приятным, и греть душу будет, хотеться идти на работу еще из-за человеческого общения. Еще ничего не сложилось. Как, что такое страх? У нас есть только одна единственная возможность пройти сквозь страх, вернее, избавиться от страха. Это пройти сквозь него. Да, знаете, как это вот в каких-то житейских, обычных ситуациях. Вот вы чувствуете, что страшно. Вот страшно, страшно. Встаньте и скажите, я боюсь, 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 боюсь. Вот я сейчас побоюсь 15 минут. На всю катушку побоюсь. Вот прям подражу даже немножко. И прям вот мне будет очень страшно. А потом пойду и сделаю. Ребят, я на собственном опыте подтверждаю, что это упражнение работает, потому что я действую ровно по той же схеме перед какими-нибудь, например, гиперответственными эфирами или интервью. Я понимаю, что надо снимать мандраж, а для этого Гордеева себе говорит, так, на тебе побояться действительно 10 минут, после этого встала и пошла. Это очень хорошо помогает. Да, потому что что мы делаем? Мы признаем наличие этой эмоции. Мы с ней здороваемся. Мы ее рассматриваем, пока боимся, боимся, боимся. Мы с ней начинаем взаимодействовать. Самая тяжелая ситуация, когда мы отодвигаем эмоции, делаем вид, что она не существует, и не хотим с ней взаимодействовать. Она нас накрывает тогда, потому что она как тигр со спины зайдет, да, и прыгнет. Вот. А если мы глаза в глаза понимаем, осознаем, называем словами, очень важно назвать эмоцию словами, то нам становится напряжение значительно меньше, нам становится проще принимать, идти и делать, пройти сквозь страх. Он не уйдет никуда, но он будет с нами уже в качестве драйвера, возможно, эмоционального подъема, он начнет работать на нас. Смотрите, еще вот это, кстати говоря, слушатели начали делиться какими-то своим опытом, своими практиками. Сообщение от Олега. У меня в жизни много было кардинальных перемен от смены жительства до смены найма, например, на свой бизнес. И вот мне, делится Олег, помогали чек-листы. Я тупо садился и расписывал по шагам, что я должен сделать, чтобы из точки А попасть в точку Б. И в процессе этих мелких перебежек ты не воспринимаешь, как это было страшно и непонятно вначале. В общем, семеним маленькими перебежками. Как вам, Лен? Блестяще! Я считаю, что это тоже очень хороший подход, когда мы разбиваем любую огромную проблему, как нам кажется, неподъемную. У каждого человека... Мы не можем судить, большая проблема у человека или нет, да, со стороны. Для человека она большая, извольте уважать ее масштаб. Да, даже если вам она кажется небольшой. Так вот, действительно, расписать на эти мелкие перебежки прекрасный образ, да, потому что мелкие перебежки... Да, 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 отличный. Чем мельче шаг, тем проще он проходится. Например, для того, чтобы начать решение какой-то проблемы, надо сделать один звонок в самом начале, да, потом куда-то сходить, потом с кем-то встретиться. И все это пока еще не судьбоносные решения. Это вроде бы не судьбоносные, но это уже дорога. И вот эта дорога, она начинает приводить к той цели, которую человек страшно боялся. А потом он оборачивается и говорит, как же так, я уже у этой цели, надо же, а я практически не заметил через эти мелкие перебежки, как я оказался... А, ну вот оно уже, да. Это очень хорошая тактика, прекрасная. По поводу страха разрыва отношений, такой комментарий. Самое страшное, когда пары рушатся спустя годы. Есть страх после 40 остаться одному, не найти свою половину, но и с бывшей половиной жить при этом невозможно, или сама эта половина уходит от тебя. И вот обломки, и как будто люди не жили вместе, но и цепляться за удобное проживание тоже нельзя. Вот это вот к вопросу о страхе одиночества. Да, но давайте сначала слово «половинка» уберем из лексики. Спасибо. «Половинка» — это значит какое-то непонятное состояние меня, где у меня есть костыль в виде моего партнера по жизни, и поэтому стоит костылю отвалиться, как я тут же начинаю падать, хромать, и какое-то странное слово «оскол». И все, ребята, вы сейчас заметили, как тут же ситуация начинает по-другому восприниматься после слов Лены? Это первое, да, вот, отвалилось все осколки. Если мы говорим о 40 годах, что человеку 40 лет, то, собственно говоря, впереди, ну, еще лет 40. И поэтому говорить о том, что одиночество страшит, и что там будет, да, ну, несколько наивно предполагать, что перемен в вашей жизни не случится. Перемены будут, хотите вы этого или нет, и в 50, и в 60 они будут, и дальше, да, до 105 лет, как я всегда говорю, ждите перемен. Вот. Во-вторых, что такое одиночество? Одиночество, я уже устала об этом говорить, мое мнение, да, я могу сто раз ошибаться, но все-таки мне кажется, что не очень сильно. Одиночество есть у двух категорий людей, ну, у двух групп людей. это детей маленьких, брошенных, оставшихся без заботы взрослых, и у очень пожилых людей, которые не в состоянии сами передвигаться и закрыты, трагично, да, в каких-то своих квартирах или где они живут. Вот это действительно глухое одиночество, это по-настоящему одиночество. Все, что касается людей, у которых есть руки, ноги, возможность двигаться, разговаривать и так далее, то есть они вполне здоровы для того, чтобы это делать. Одиночество, это как призрак коммунизма по Европе, приблизительно так же, вот он ходит и всех пугает. Лен, давайте, давайте через несколько минут продолжим наши разговоры. Елена Новоселова, психолог в эфире «Серебряного дождя». Друзья, мы говорим о том, как спокойно принимать не без стресса изменения в жизни. Ваши истории, ваши вопросы, плюс 7903-797-6333, ну, и не забывайте про трансляцию на канале «Серебряного дождя» в YouTube. Отсюда из нашей студии продолжим через несколько минут.